Секрет цвета в оксиде железа – ржавчине. Это место называется Кизил-Каба или Красная пещера. Она протянулась на 26 километров. Местный экскурсовод уже вписал пещеру в Книгу рекордов России. Это самая длинная пещера в Крыму природного происхождения. Ну и даже почетное второе место она занимает теперь уже в нашей большой стране. Первое место у нас Бутовское, 66 километров рядом с озером Байкал. Обвалов здесь можно не бояться. Последний произошел 400 тысяч лет назад. Главная угроза – наводнение. Путь к выходу может затопить меньше, чем за час. Но этот нарост известняка предупредит об опасности. Перед наводнением сталагмит будто бы плачет. Это хозяин Красных пещер. Мы его еще называем Николай Николаевич. Сверху шапка-папака, вьющиеся довольно длинные кучерявые волосы, глаз, нос, усы. Узнаваемый профиль человека. Экскурсоводы дали минеральным образованием свои прозвища. Свадебный торт, бутылка шампанского, три богатыря, ножки балерины и птеродактиль. Шоколадный пудик или шоколадное мороженое. Сейчас уже трудно понять, что это было. Ведь его срок годности прошел миллион лет назад. В любом случае, руками это лучше не трогайте. Дети на экскурсии сказали, что больше похоже на то, что оставил птеродактиль. Правильно, яйцо. А это подземная река, которая и образовала все шесть этажей пещеры. Для этого ей понадобились два с половиной миллиона лет. Пещеру облюбовали летучие мыши. Их здесь несколько видов. Там на верхних этажах постоянная температура что зимой, что летом. 16 градусов. Не во всех домах зимой так тепло. А там эта температура круглый год и не надо никому за отопление платить. А людям за посещение пещеры придется заплатить. Отдать 400 рублей за вход спешит не каждый. Туристы предпочитают наслаждаться видами. Красиво, природа. Все, что надо для жизни. Нет городской суеты, поседневного бега жизни. Поэтому как-то же надо жизни останавливаться. А в Красной пещере, может быть, были? А вот сколько приезжаем, не заходили ни разу. Больше впечатляет водопад. Очень понравился, очень интересный. Хороший водопад, хорошая погода. В принципе, позволило погулять. Весь день погуляли, не пожалели, что приехали. Недалеко от водопада и пещеры – военный полигон. Когда проходят учения, тут можно услышать не только журчание воды и пение птиц, но и автоматные очереди. Артур Гасприн, Назар Сытник, Красные пещеры, Симферопольский район, Крыма.